Тема моего выступления — дифференцированное обучение детей с разным уровнем мотивации и способностей в детской музыкальной школе на уроке специальности. Начну с эпиграфа Александр Гольденвейзер. Ничего не может быть труднее обучать одарённого ученика. И глубоко не правы те, кто думают иначе. Не надо говорить, если бы ученики у меня были одарённые, я лучше бы их учил. Правильнее сказать, если бы я учил лучше, то большему научил бы и самого бездарного ученика. Ученический контингент в музыкальных школах сегодня в условиях демографической ситуации довольно неоднородный, потому что конкурса при поступлении в ДМШ практически нет. И педагогу музыкальной школы приходится быть универсалом. Он должен одинаково хорошо работать и с начинающими малышами, и с подростками-выпускниками, добиться реально ощутимых результатов в работе со слабочками, а также и с талантливыми детьми. А ведь это два абсолютно противоположных полюса в работе. Принцип дифференцированного подхода даёт возможность создавать такую обучающую систему, которая обеспечит потребности каждого ребёнка с учётом его типологических индивидуальных особенностей. Дифференцированный подход направлен на реализацию задач обучающей, развивающей и воспитанной. Поговорим о мотивации. В основе желания учиться музыке лежит, как известно, мотивация. Василий Сухомлинский, известный педагог, сказал, «Все мечты и желания педагога обращаются в прах, если нет у ученика желания учиться». Что такое мотивация? Мотивация — это психоэмоциональное состояние, побуждающая личность к активной деятельности, связанной с удовлетворением определённых потребностей. В музыкальной школе положительная мотивация — нравится, хочу заниматься музыкой. Отрицательная мотивация, антимотивация — не нравится, не хочу заниматься музыкой. Как правило, все дети, переступившие порог музыкальной школы, хотят учиться. На каком же этапе у них случается вот этот переход положительной мотивации в антимотивацию? Вопрос очень непростой, и ответ на него неоднозначный, так как каждый случай «не хочу, не буду заниматься» связан с определёнными причинами. Некоторые причины лежат на поверхности. Попробую их перечислить. Например, плохое состояние здоровья ребёнка. Он просто не может осилить обучение в двух школах. Негативное отношение родителей к обучению. «Ты чего там пиликаешь? Лучше бы полы помыл». Финансовая невозможность родителей приобрести инструмент. В наше время есть группа детей, которые удивительным образом занимаются в музыкальной школе без инструмента. А ещё перегруженность учащегося репетиторами, секциями, кружками. И, как следствие, очень неудобное для него расписание. А ещё отсутствие организованного домашнего режима. Среди перечисленных причин, ряд которых, естественно, можно пополнить, есть те, на которые педагог повлиять практически вряд ли сможет. Лишь только, ну, немножко, частично улучшить ситуацию. Но есть и такие моменты, которые находятся во власти преподавателя. А именно, разумно организовать учебный процесс и улучшить вопросы личного самосовершенствования. Ну, а теперь о музыкальных способностях. Практически в каждом классе по учебным способностям детей можно разделить на три группы. Сильные ученики, средние и слабые. Каковы же критерии? Среди критериев, по которым учеников делят на группы, это наличие определённого объёма природных задатков, работоспособность ученика, степень усвоения знаний. Кто такие сильные ученики? Ну, это те дети, которые отличаются высокими учебными способностями, имеют отличные природные задатки. Они любопытны, им всё интересно, у них высокий уровень познавательной активности. Они могут анализировать, обобщать и отличаются высоким уровнем работоспособности. Для работы с такими детьми преподавателю потребуется тщательная организация учебного процесса и подбор заданий, как правило, повышенной сложности. Одарённый или способный ученик встречается нечасто. И можно сказать, что это подарок в класс. Как говорится в известной фразе, хорошему материалу нужен хороший партноль. А это предполагает постоянную работу над собой в плане повышения профессиональных качеств. Средние ученики. Как показывает практика, многочисленная группа обучающихся. То есть это основной состав класса. Это те ребята, которые имеют низкий уровень учебных возможностей, умеренную познавательную активность. Они тоже будут получать от педагога соответствующие задания, которые позволят им овладеть игровыми навыками. Но уже с учётом их возможностей. И, наконец, слабые школьники. Это те, у кого низкий уровень познавательной активности, малый объём природных задатков, может быть нарушена координация движений, а может наблюдаться некое общее отставание в развитии. Иногда в эту группу волшебным образом могут попасть и талантливые лентяи. Если ученик не справляется с требованиями, это не значит, что у него совершенно нет способностей. Просто педагогу в работе с такими детьми придётся приложить гораздо больше усилий для его обучения, чтобы всё-таки, несмотря ни на что, игровые навыки, умения были сформированы. Работа с менее способными учениками полезна. Она закаляет педагога, даёт опыт и учит искать пути преодоления трудностей. Итак, от способностей будет зависеть качество выполнения деятельности и уровень обучающегося. Один ученик будет усваивать материал быстрее, другой — медленнее. Следует заметить, что в зависимости от индивидуальных возможностей обучающегося будет меняться форма изложения и дозировка преподносимых знаний. Но суть их меняться не будет, так как педагогические принципы учителя — это величина постоянная. Итак, главное различие в работе с детьми разных способностей будет заключаться только во времени и скорости овладения игровыми навыками. Неразвивающихся способностей в природе нет и быть не может. Само понятие способности — явление динамическое. Чем больше интересного и доступного материала предложит педагог-ученику, тем быстрее будут развиваться его способности. Компоненты музыкального исполнительства. Среди работ, посвящённых музыкальным способностям, особое место занимает книга Бориса Теплова «Психология музыкальных способностей». Главным показателем музыкальности Теплов считал эмоциональную отзывчивость на музыку. В целом и современные исследователи, как и Теплов, сходятся на том, что способности, входящие в ядро музыкальности, это ладовое чувство, способность произвольно пользоваться слуховыми представлениями и музыкально-ритмическое чувство. Музыкальный слух — это обычный слух, но специфически воспринимающий колебания различнозвучащих предметов, будь то струна или металлический язычок. Он может быть и внутренний, и внешний. Музыкальный слух бывает относительный и абсолютный. Ритм — это организация звуков во времени. Чувство ритма, как и слуха, также может быть внешним воспринимающим и внутренним воспроизводящим. Память — это процесс закрепления, хранения и выдачи информации. Можно выделить несколько видов памяти. Мгновенная, кратковременная, оперативная, долговременная, генетическая. Нас в первую очередь интересует музыкальная память. Музыкальная память — явление комплексное. Она складывается из различных видов памяти, как общих, так и специфических музыкальных. Итак, музыкальная память — это синтез различных видов памяти. Перечислю. Зрительная, образная, слуховая, логическая, тактильная, моторная, двигательная, эмоциональная. Существенное влияние на формирование памяти оказывает эмоциональный фон, на котором происходит усвоение информации. Если ребёнок на уроке испытывает страх, обиду, напряжение, то эффективность запоминания резко падает. Дети неожиданно глупеют на уроках с излишне строгими преподавателями. Поэтому можно сказать, что крик на уроке специальности в музыкальной школе недопустим. Это признак педагогической слабости учителя. И есть ещё один немаловажный аспект, который нужно учитывать при работе с детьми разных уровней способностей. Это типологические особенности нервной системы. Все, наверное, слышали про сангвиников, холериков, флегматиков. Очень важно разобраться в этом вопросе и затем уже выстраивать обучение с учётом своих знаний. Кратко скажу, что люди с классически выраженным темпераментом встречаются редко, а тем более дети. В большинстве случаев мы можем говорить только о сангвинической, холерической, флегматической, меланхолической доминанте. Но и этого уже достаточно для выбора правильной педагогической тактики. Важно помнить, что непосильные для нервной системы задания могут привести не только к срывам в игре, но и к срывам и в поведении, и даже к нервным заболеваниям. «Ни одна музыкальная школа не стоит невроза». Ну и несколько слов о нас, учителях. Общеизвестный факт. Если дети любят учителя, то и предмет его становится любимым. Каков же секрет педагога, любимого детьми? Он прост. Этот учитель смог организовать совместные положительные эмоции. Это детские удивления, радость открытий, восторг от того, что у него что-то сегодня великолепно получилось, собственные удачи. Но главное – теплота общения, которой так недостает детям в общеобразовательной школе. Качества, которые нужны педагогу музыкальной школы, настолько велики в количественном отношении, их даже трудно перечислить. Попробую попытаться это сделать. Педагогу музыкальной школы нужна острая наблюдательность, хорошая память, тонкая интуиция, богатая фантазия и воображение, педагогически направленное мышление, точная выразительная речь. Он должен быть одновременно и эмоциональным, и сдержанным, и настойчивым, и терпеливым. Иметь повышенную концентрацию внимания и быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. Важно уметь также устанавливать контакты с учениками разного возраста, и тем более устанавливать контакты с их замечательными родителями. А еще педагог должен обладать хорошим музыкальным слухом. Ведь в представлении учителя всегда есть та слуховая модель, к которой он ведет ученика. Качеств педагога очень много положительных, которые ему потребуются в работе. Но если попытаться определить два главенствующих, я бы выделила музыкальный слух и вот такое качество, как способность к передаче знаний. Профессор Эверарди говорил, секрет хорошего преподавания кроется в ухе учителя. Зри в корень народная мудрость. Вот эти два основополагающих принципа в педагогической работе. Леонид Фигин в своей книге описал четыре категории преподавателей. Предлагаю вам подумать и отнести себя в одну из этих категорий. Первая категория — педагоги-исполнители. Вторая категория — педагоги-неисполнители. Третья категория — исполнители-непедагоги. Четвёртая — не педагоги-неисполнители. Итак, успех в музыкальной педагогике зависит от предрасположенности к ней человека и наличия у него определённых качеств. Главное в школе, его величество, — урок. Очень красиво сказал об уроке Василий Сухомлинский, известный педагог. Урок — это зеркало общей и педагогической культуры учителя. Мирило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора и эрудиции. Чтобы дать ученикам искорку знаний, учителю нужно впитать целое море света. Каждый урок служит маленьким звеном в цепочке знаний и требует от педагога довольно объёмной подготовительной работы. Из речения Льва Толстого «Когда учителю легко, ученику трудно, актуально и в наши дни». К уроку нужно готовиться. Подготовка педагога к уроку — это работа объёмная, это и чтение методической литературе. Я отдаю предпочтение фортепианной методической литературе. Но самое главное, педагог должен продолжать после окончания учебного заведения дружить с инструментом. Играющий педагог — это подарок ученику. Играющий — это не тот, который держит в репертуаре два-три произведения и периодически исполняет их на сцене. Это тот, который на должном уровне может исполнить репертуар своих учеников от первого класса до выпускного. Есть пословица «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». В музыкальной школе эту пословицу нужно перефразировать. «Лучше один раз услышать игру учителя, чем сто раз послушать рассказ о том, как это должно звучать». Кабалевский говорил, «Моя учительница была очень хорошей пианисткой, но ей всегда не хватало времени мне поиграть». Ему вторит и другой известный педагог Ауэр. «Чисто словесное преподавание равносильно преподаванию немого». Для того, чтобы играть ученику, педагогу нужно заниматься самоподготовкой, найти ежедневное время для общения с инструментом. Речь педагога — это главное в его работе. Наша работа — речевое общение. Поэтому педагогическая деятельность противопоказана людям, у которых есть дефекты речи. Нужны ещё и ораторские способности. Это умение чётко, ясно выражать свои мысли. В этом отношении можно тоже поработать. Есть литература, есть ролики в Ютубе. Но очень интересная работа может быть, когда педагог попробует записать свои уроки на видео, подкорректировать потом при просмотре всё то, что ему не понравится, через время опять записать, и так несколько раз. Речь педагога должна быть эмоционально окрашенной, иметь определённый темп и громкость. В общении с детьми одинаково плохи и холодный тон эдакого небожителя, и подчёркивающий как бы приятельство фамильярный тон общения с ребёнком, который просто размывает грань между учеником и учителем. А ещё наш голос. Голос — это замечательный инструмент, на котором мы можем сыграть или хорошо, или плохо, как на любом инструменте. Занятия с видеокамерой будут способствовать улучшению наших способностей. При просмотре всегда нужно обращать внимание на то, как мы говорим, что мы говорим, речевые обороты, их построение, наличие слов-паразитов, как мы используем профессиональную терминологию, сколько у нас повторов, есть ли показ на уроке. И так работа над собой всегда приведёт к определённому результату. А ещё многословие — это то, чем большинство из нас страдает. Это злейший враг, который, как гусеница, пожирает время урока. Например, будучи однажды на уроке, я за педагогом записала то, что он говорил. Перед началом игры ученик слышал от педагога следующее. «Здесь у нас форты, вот здесь у нас пиано, здесь не забудь вилочки, тут пятый палец, тут третий, но туда не пропусти, выдвини больше левую руку, не забудь о мизинце правой руки». Начали! Вопрос. А за что же хвататься в первую очередь? Поэтому педагог всегда должен стремиться к ёмкой, лаконичной речи. А сейчас мы с вами отдохнём и посмотрим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Программа на полугодие предполагает прохождение определенного количества произведений, обозначенных программными требованиями. Как правило, это стандартный набор. В индивидуальной программе ученика должны быть этюды, полифония, произведения российских и зарубежных композиторов, оригинальная музыка, кантилена, популярные мелодии, крупная форма, обработки народных мелодий и танцев. Количество изучаемых произведений колеблется. В младших классах больше, примерно 10 в полугодие, 8. Чем старше, произведения длиннее и количество их уменьшается. Количественный объем программных требований необходимо соблюдать. Нельзя учить только три пьесы к экзамену. Ни о каком развитии учащихся не может быть и речи в таком случае. Главное условие при подборе программ — это педагог, который максимально прорабатывает, то есть пропускает через свои руки, все, что будет учить его ученик. Затем он выставляет аппликатуру и намечает последовательность работы. Нужно обратить внимание не только на технические трудности, так же и на содержание и на образную составляющую. Огромное количество пьес нам предлагают многочисленные хрестоматии и репертуарные сборники. Педагогу нужно выбрать не только качественную программу, но и разделить ее. То есть отобрать те пьесы, которые будет легко разучить в первой четверти, и те, которые будут по силам ученику в третьей и четвертой четверти, то есть в конце учебного года. Еще нужно проанализировать, как данное произведение впишется в программу, не поглотит ли работа над ним все время, останется ли возможность работать над другими произведениями индивидуального плана. И несколько слов о негативных моментах при составлении индивидуальных программ. В музыкальной школе иногда план на полугодие составляется наспех, непосредственно на самом уроке. Ученик сидит, а педагог составляет программу. Иногда на это уходит несколько уроков в сентябре. И, соответственно, в программу попадают малохудожественные произведения, которые не будут развивать ученика ни технически, ни музыкально. Еще момент в школьной практике случается, когда план на полугодие не составляется вообще. Пьесы задаются по ходу урока. Но надо же вписать их в индивидуальный план. Ведь есть же проверяющие, вписываются в конце либо полугодия, либо учебного года по факту. Вот подобная спонтанность чревата последствиями. Работа по составлению индивидуальных программ должна вестись на каникулах. Все педагоги знают, что каникулярное время — это наше рабочее время. Вот и составлять надо планы на летних, зимних каникулах. В план учащегося, кроме вот этого основного стандартного набора по пьесам, необходимо включить и дополнительные творческие задания. Это будет подбор по слуху, транспонирование, чтение с листа, подбор аккомпанемента по буквенным обозначениям, либо просто подбор аккомпанемента, работа над гаммами и инструктивным материалом упражнениями. Эти дополнительные задания необходимо предлагать не только ученикам, сильным, но и слабым ученикам. Отличие будет заключаться только в степени сложности материала и в подаче знаний. Объём работы по развитию вышеперечисленных заданий желательно также разделить по четвертям. На первый взгляд это кажется сложно. На самом деле, во-первых, нужно потрудиться найти доступный материал. Наши дети живут в некоем музыкальном вакууме, можно сказать, несмотря на огромное количество музыки, которая окружает их в интернете. Спрашиваешь, слышал «Подмосковные вечера»? Нет, говорит. И так почти что любую песню. Он её просто не знает. А как же тогда подбирать по слуху? На мой взгляд, проблему помогут решить сборники. Это детские ноты по фортепиано, сборники для синтезатора, учебники по сольфежио. В них огромное количество песенного материала. И так мы подыскали то, что будет ребёнку по силам, отксерокопировали, материал у нас есть. А дальше мы должны распланировать эту работу. Каким образом? Например, мы решили в четверти две мелодии по слуху подобрать. Итак, у нас месяц для работы с одной песенкой, при условии, что мы всего пять минут на уроке можем выделить на это задание. Несколько уроков уйдёт на то, чтобы подобрать по слуху. Возможно, вы предложите записанный на флешку игровой материал. Либо он просто по нотам разучит простейшую песенку. Через несколько уроков добавляется подбор аккомпанемента. И вот остаётся 2-3 урока, на которых мы, наконец-то, эту мелодию начнём играть от разных клавиш. Это будет транспонирование и параллельно ещё и подбор по слуху. То же самое нужно распланировать с чтением с листа. Простая математика. За четверть две мелодии по слуху подобрали. За учебный год – восемь. За курс обучения в музыкальной школе – в районе пятидесяти мелодий. Зададим вопрос. Мы научим ученика играть по слуху? Ответ прост. Конечно же, научим. Освоение технического минимума, гаммы, арпеджио, аккорда, упражнения также нужно распланировать поурочно. Вот только при таком тщательном подходе, когда каждый урок является заделом для работы на следующем уроке, ученик будет иметь возможность развиваться и получать системные знания. Более того, весь вышеперечисленный нотный материал преподавателю нужно отксерокопировать в качестве личного индивидуального мини-учебника и торжественно вручить ученику в начале полугодия. В общеобразовательной школе есть учебники? Есть. У нас на уроке специальности вот этот отксерокопированный материал и будет тем самым учебником. Не секрет, что зачастую медленное продвижение ученика обусловлено банальнейшей причиной, а именно отсутствием нот на уроке. И педагог запаздывает с распечаткой нужного материала, поэтому новый материал включается в работу с опозданием. В старших классах распечатку нот можно доверить уже самому ученику. Хочу сказать, что многие неудачи в составлении индивидуальных программ иногда связаны с нарушением принципов дидактики от простого к сложному. В частности, серьезной проблемой является так называемое завышение репертуара, когда в программу ученика попадает недоступное в данный момент для него произведение. А попадает оно потому, что, опять же, педагог просто просматривает и, как говорится, на сухую, без инструмента принимает решение учить ученику эту пьесу. Если в репертуар ученика попадает недоступное произведение на определенном этапе, то к моменту экзамена оказывается невыученной и вся остальная программа. Следует заметить, что от завышенного репертуара страдают практически все ученики. И слабые, и средние, но в большей степени страдают способные ученики. Форсированное обучение — это следствие либо педагогических амбиций, а у меня вон уже что играют, либо элементарной неподготовленности к уроку. Оно может стать причиной потери интереса к занятиям. Вспоминается урок, который я однажды посетила у коллеги. Сидела девочка в бантике, хорошенькая вся такая, и скучала на уроке, потому что педагог в моем присутствии и в ее листал учебник и говорил, «Так, что бы тебе такого задать? Нет, вот это для тебя будет сложно, а это слишком длинно. Ой, а это короткое. О, это мы еще не прошли, поэтому ты не сможешь». Опять же, к вопросу о спонтанности. Работа с учеником любого класса должна быть спланирована. Гольден Визер замечательно сказал по этому поводу, «Бывает, что ученик вроде бы и может выучить недоступное для него на данном этапе произведение, но это как-то изнашивает его душу. Мне кажется, что нередко феноменально одаренные дети становились впоследствии далеко не тем, чем обещали стать именно в детстве, потому что их недостаточно берегли в детстве». И если педагог заметил свою ошибку, но не в анги мы, не всегда можем предусмотреть, рассчитать, как пойдет то или иное произведение, если и есть ошибка в работе, нет смысла добивать до победного конца нетрудное произведение, и при этом еще и жаловаться. Ученик перестал заниматься. Разумнее пройти его в плане ознакомления, оценить работу ученика за работу с текстом, поставить оценочку, либо сделать замену. А еще при подборе репертуара встречается занижение репертуара. То есть в программу включаются откровенно примитивные произведения, дублирующие друг друга. Как-то раз принесла коллега молодая на проверку индивидуальные планы. Из восьми произведений, пять произведений, было в размере три четверти. Это были просто популярные песни. Двойные ноты. Спрашиваю, а ты мелкую технику на чем собираешься двигать? И после того, как я сделала анализ индивидуального плана одного ученика, она попросила, а можно все ноты принесу? И мы с ней основательно посидели и научились составлять индивидуальные программы. То есть занижение программы — это своеобразный крен, только в противоположную сторону. И несколько слов о заданиях на каникулах. Задания на каникулы нужно давать или нет? Здесь педагоги делятся как бы на три части. Одни вообще не дают никакого задания на каникулы. Ученик бездельничает по полной, приходит в сентябре с тем, что он иногда ноты забыл и практически разучился играть. Вторая категория — это те, которые задают программу следующего учебного полугодия. То есть первого полугодия программа задана на каникулы. Я прошу прощения за резкое высказывание. В моем представлении это должностное преступление. Ведь чтобы разучивать сложные произведения, рядом должен быть помощник, педагог. А его рядом нет. И мы лишаем ребенка полноценного отдыха. Приведу пример из практики. Моя коллега учила свою дочь по фортепьяно. После третьего класса ребенок получил на каникулы задание 17 произведений разобрать. Среди них 4 трехголосных инвенции. А двуголосные при этом никто не играл. Мама говорит учителю, мы к бабушке уезжаем. Два месяца фортепьяно не будет. Ничего-ничего, работайте. Наступает август. Трясущийся ребенок начинает договариваться с мамой. «Мамочка, можно я не пойду в четвертый класс?» Естественно, что сказала мама, которая сама была музыкант. «Вот чего еще придумала, не дождешься». «Ну хорошо, мама, давай я тогда буду ходить на хор и на сольфеджио. И не буду ходить на специальности». Как уж они преодолели эту проблему, я точно не знаю, но могу одно сказать. Только благодаря маме ребенок удержался в музыкальной школе и сейчас, благополучно окончив школу, училище, консерваторию, является преподавателем музыкального колледжа, а мог бы быть потерян для музыки и не избрал бы музыку своей профессией. Уважаемые коллеги, я вас призываю, будьте аккуратны с заданием на каникул. Я предлагаю ученикам следующий вариант. Две последние недели мая мы разбираем произведения летней программы вместе с учеником, отдельно потом соединяем двумя руками. Это легкие произведения на класс, на два класса ниже, легкие этюды, популярные произведения, плюс повторение репертуара полугодия. Цель летнего задания — не разучиться играть на инструменте. Технические средства обучения. Работу современного учителя невозможно представить без широкого использования самых разнообразных средств технического обучения. современных детей в эпоху компьютеров, гаджетов, планшета, интернета трудно чем-либо удивить. Поэтому вопрос применения наглядных методов в обучении весьма актуален. Многое в этом направлении будет зависеть от выдумки изобретательности преподавателя. Поделюсь своими наработками. В нашем классе у каждого ученика есть индивидуальная флешка. Она используется для создания видеоархива. Учащийся на уроке сдает пьесы с записью на видео. На это видео попадают также и ансамблевые пьесы, и концертные выступления, если есть конкурсные выступления. Затем я перебрасываю дома с планшета на компьютер, и раз в четверть ученик приносит мне флешку, и все его видео попадают на флешку. Я их пронумеровываю. Родители подписывают название произведений. Флешка — это прекрасная возможность создать хорошее настроение и ученику, и всей семье. Это то, что работает на мотивацию обучения. Еще в нашем классе активно используются дидактические пособия и игры. Естественно, все это в младших классах. Это значительно упрощает объяснение нового материала и позволяет произвести опрос домашнего задания в игровой форме. Как изготовить эти пособия? Подробное описание дано в азбуке маленького баяниста, в первой части, автором которой я являюсь. Книга издана в 2010 году. Ее нет уже в бумажном варианте. Она разлетелась как горячие пирожки в первый же год своего издания. И за прошедшие 10 лет я получаю много благодарности от педагогов из разных уголков России, Украины, Белоруссии. К вопросу о приобретении. Азбуку можно приобрести, написав на электронный адрес автора. Еще очень широкие возможности применения технических средств обучения открываются на просторах интернета. Появляется возможность прослушать непосредственно в классе ролик. Обучающий ролик может быть. В младших классах это нотная грамота. Скачать обучающее приложение, например, метроном, или посмотреть исполнение какого-то произведения. Естественно, интернет должен быть в классе. Также ребятам в старших классах я даю задание. Найди материал об исполнителе, найди материал об авторе по интернету. А еще в моем классе есть интересная форма работы, позволяющая расширить и обогатить кругозор ученика. Это рассылка ссылок. Поясню. В Ютубе есть плейлист ученики Крыловой Галины Ивановны. Помогает мне создавать этот плейлист Виктор Леонидович Ракшевский. В нем 240 видео. Это конкурсные, концертные выступления как солистов, так и ансамбли, учащиеся моего класса, телеинтервью, мастер-классы и некоторые видео моих семинаров. Большинство видео, которые я пересылаю в виде ссылки ученику, именно из плейлиста. Они могут посмотреть своих одноклассников разных времен. Также я пересылаю ссылки интересных видео не только баян. Это может быть и фортепиано, и оркестровая музыка. Еще я не ленюсь пересылать ссылки либо на телефон, либо на электронку не только ученикам, но и их родителям. Родителям тоже не помешает расширять кругозор. Ну, а иногда это возможность напомнить им «Мы с учеником у вас есть». А сейчас мы с вами отдохнем и посмотрим видео 2014 года. Это видео — показательный пример того, как моя работа с рассылкой ссылок работает в другом направлении, в обратном, то есть обратная связь с учеником. В 2014 год никто еще ничего не слышал о дистанционном обучении. А у нас уже тогда были элементы этого дистанционного обучения. Вова Парсанов мог мне сделать видеозапись и прислать. «Галина Ивановна, а посмотрите, я сейчас правильно учу итальянскую польку Рахманинова». И вот на летние каникулы мы два урока буквально с ним разобрали пьесу «Осенний сон». И каково же было мое удивление, когда я получаю ссылочку с клипом. Ребенок доучил и прислал мне клип. Клип «Осенний сон» КОНЕЦ А теперь о конкурсах. Это реалии нашей жизни. Это то, что является составной частью работы практически каждого преподавателя. Зачастую в конкурсах участвуют ученики средних способностей, а также талантливые дети. Конкурсы, они вредны или полезны? Очевидно, простого, однозначного ответа мы дать не можем. Скажу сразу, мне представляется, что конкурсы в большей части полезны, чем вредны. Необходим творческий тандем, одарённый трудоспособный ребёнок, заинтересованные и строгие помощники родители и, наконец, не менее одарённый и грамотный педагог. И тогда успех в большей части гарантирован. К сожалению, все три звена этой цепочки, которые бы работали на 100%, встречаются нечасто. Поговорим вначале о минусах, чтобы уж идти по нарастающей. В чём же минусы конкурсов? Первый минус. Сегодня понятие лауреатства во многом скомпрометировано и обесценено. В последнее время появилось огромное количество детских конкурсов, коммерческих. Удивительная практика проведения этих конкурсов, которые имеют статус международного, а по условиям в них нужно сыграть всего одно произведение. И это одно произведение даёт гарантию на получение высокого звания лауреата международного конкурса. Более того, это одно произведение иногда вписывают в диплом. Я своими глазами видела диплом лауреата второй степени международного конкурса, фамилия ученицы и дальше «Обезьянки на дереве». Это название пьесы. Но не абсурд ли это? И таким образом в классе некоторых преподавателей появляется столько лауреатов международных конкурсов, что зайдя в класс, ты видишь стену иконостас дипломов лауреатов, которые ни разу не ощутили вкус настоящей конкурсной борьбы двухтурового конкурса. А ведь на конкурсе, где два тура, исполняется разная программа. Половина участников только проходит во второй тур. И это такое радостное событие, что коллеги поздравляют друг друга с прохождением во второй стур. Есть в России также и замечательные однотуровые конкурсы. Это, например, конкурс «Гридина», конкурс «Аккордеон плюс». Это международные конкурсы, где высочайший уровень, где нужно исполнить три произведения. Одно из них циклическое. Это также достойные конкурсы. Конкурсы не должны быть самоцелью. На мой взгляд, кто-то должен решить вопрос, обратить внимание и навести порядок в вопросе проведения коммерческих конкурсов с одной пьесой. Ещё вот такой минус. Во время подготовки к соревнованию юные музыканты искусственно сосредотачиваются на сравнительно небольшом количестве произведений, вместо того, чтобы в обычном нормальном процессе учебном двигаться вперёд, они год или два разучивают одну и ту же программу, конечно же, повышенной степени сложности. И конкурс, который мог бы стать для них стимулом, становится тормозом. Но ведь жизнь юного музыканта состоит не только из конкурсов. В школе надо заложить школу. И порой для обучающегося иногда важнее сосредоточиться на какой-то важной для него проблеме исполнительского мастерства, улучшить какую-то сторону, восполнить пробелы репертуарные. При подготовке же к конкурсу для всего этого не хватает времени. И вот здесь велика роль преподавателя, который несёт ответственность за полноценное развитие ученика. Именно он должен постараться в послеконкурсный период доучить оставшуюся часть программы индивидуальной, что мы в нашем классе и делаем. Конкурсы зачастую это март месяц, апрель и май у нас очень напряжённое время, мы доучиваем остальную программу. В нашем классе ежегодное обновление программы – это норма. Во-первых, ученик должен развиваться. Во-вторых, если он будет принимать участие в следующем конкурсе, он не может играть программу предыдущего учебного года, потому что она элементарно неконкурентно способна. Итак, ежегодное обновление программ должно быть главным условием для успешного развития ребёнка. Недопустимо гонять одну и ту же конкурсную программу, потому как однажды мы были свидетелями случая на Тульском международном конкурсе имени Белобородова. Все были в восторге от юной аккордеонистки. Через два года мы приезжаем на этот конкурс, и девочка эта тоже приезжает. И каково же было удивление присутствующих, она исполняла ту же самую программу. В итоге ребёнок, получивший первое место за эту программу на предыдущем конкурсе, здесь скатился в статус дипломанта, тем самым получил психологическую травму. А ещё, если педагог будет участвовать в соревнованиях, он должен быть готов стать психологом и психотерапевтом. А это не у всех может получиться. Ведь конкурсы — это борьба, где побеждённых больше, чем победителей. Детская психика не всегда готова к таким испытаниям. Дети не готовы принимать решения, хотят ли они участвовать в конкурсах или нет. Решения за них зачастую принимают родители и педагоги. Иногда конкурс становится состязанием преподавателей. Но без участия в конкурсах педагог не может рассчитывать на получение квалификационной категории. Поэтому конкурсы были, есть и будут. Впечатление от конкурса во многом будет определять итоговый результат. И вот он-то может быть неоднозначным. Это как некий сюрпризный момент, не всегда со знаком «плюс». Хорошо, если победа. Педагогу легко. Он разделил радость победы с учеником. Но тем не менее он должен поработать психологом, чтобы не было звёздной болезни. А она очень легко может сформироваться. Потому что огонь, вода и медные трубы, как я уже говорила, детская психика не всегда готова пройти через эти медные трубы. В то же время психотерапевтом надо побыть, если ученик проиграл в этом конкурсе. Здесь нужно найти такие замечательные слова, чтобы вселить веру в себя, самооценку не разрушить. «Ты сделал всё, что мог. Ты молодец. Ты очень старался. Школа тобой гордится. Мы тебя любим. Всё равно наш. Ты сделал самое главное. Ты победил самого себя. Есть к чему стремиться. Всё лучшее у нас впереди». Вот примерно в таком плане нужно общаться, если ребёнок одержал поражение, как говорится. Но как бы мы не ругали конкурсы, в них всегда есть плюсы. Ну, во-первых, участие в конкурсе вполне соответствует детской потребности соревноваться. Ребёнку понятно, зачем он едет на конкурс. Побороться, победить. А для этого нужно начать серьёзно заниматься. Вот вам и плюс, когда конкурс сподвигает ребёнка к усиленным занятиям на инструменте. Ещё конкурсы помогают некоторым детям определиться с выбором профессии. Впоследствии некоторые конкурсанты продолжают образование и избирают музыку своей профессии. Это тоже плюс. В то же время есть ещё один плюс. Основная масса конкурсантов кто? Это дети со средними данными. Средние ученики так называемые. Однако при упорной подготовке, целеустремлённости, грамотной и целенаправленной работе педагога они тоже добиваются определённых конкурсных результатов, раскрываются и показывают себя с самой лучшей стороны. Следующий плюс – это то, что конкурс – это не только смотр, где сравниваются достижения учеников, но и одновременно творческая, дискуссионная, обучающая школа для преподавателей. Это возможность услышать другой репертуар, пополнить свою библиотеку, наполниться музыкальными впечатлениями, поделиться опытом, перенять чей-то опыт, а также замечательное профессиональное общение. Каждый конкурс для педагога – это как глоток свежего воздуха. Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что конкурсы – это замечательная школа и для педагога, и для ученика. Это возможность испытать свои силы, поднять планку выше. При разумно организованном учебном процессе, где всё продумано до мелочей, конкурсы не только мешают, они наоборот помогают раскрыть потенциал ученика, учат его работать в режиме предконкурсной подготовки, мобилизуют исполнительскую волю, закаляют психически и учат сценическому мастерству. Для учителя конкурс – это напряжённая работа, которая начинается задолго до самого конкурса. Нужно выбрать удачную программу, успеть разучить, обкатать, обыграть её в различных концертах. На самом конкурсе нужно конкурсанту создать комфортные условия, побеспокоиться о репетициях, спланировать режим занятий на инструменте, посетить конкурсные прослушивания. И это всё здорово. Сама атмосфера конкурса – это события. Много новой, интересной информации, возможность послушать соперников, познакомиться с достопримечательностями города, посетить музеи, концерты, которые любезно предоставлены организаторами конкурса. Ну а если конкурсному выступлению будет сопутствовать успех, то это радость вдвойне. Итак, конкурсы больше полезны, чем вредны. Подведём итог. В своей лекции я осветила много вопросов, имеющих прямое отношение к теме дифференцированное обучение детей с различным уровнем мотивации и способности на уроках специальности в музыкальной школе. Я поделилась наработками из своей практики. Были рассмотрены следующие вопросы. Музыкальные способности, мотивация, компоненты музыкального исполнительства, взаимосвязь, качество педагога и проведение урока, роль речевого общения, особенности репертуарного направления при работе с детьми различных способностей, опыт применения технических средств в моём классе, плюсы и минусы детских конкурсов. Выводы. Дифференцированное разделение способствует созданию прочного фундамента, благодаря которому каждый педагог может увидеть результаты своего труда. Очень важно, чтобы мы, преподаватели музыкальных школ, понимали суть потребностей обучающихся. Задача нас, преподавателей, дать возможность реализоваться, самоутвердиться каждому ребёнку на доступном для него уровне. И в подтверждение всего, что было сказано, я предоставлю слово своим ученикам. Дифференциров floss-пэзи Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка КОНЕЦ 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 Это целый мир, мир красоты, фантазии, вдохновения. Это и радость, и страдания. Это полет до небес и захватывающее падение. И это нечто многогранное, вечное, как сама душа. КОНЕЦ 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 Я думаю, это то, что может объединить судьбы людей. Людей разных, непохожих. Это может сблизить. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok